добрый день дорогие друзья вы на канале клан сибирских цветочниц сегодняшний ролик про обработку от клеща клещ это такой паразит который нам дослаждает нашим растениям всю зиму всю зиму обрабатывали боролись каждые две недели обязательно даже если его не видно а кстати когда его видно это уже уже поздно в общем бороться и почему я этот ролик еще раз снимаю с напоминанием именно сейчас потому что если говорить про цветы тут проще если например клещ форазит например вот функцию мою я обрежу пораженное место я вылечу и обрежу пораженное место и она будет расти дальше пускать боковые побеги вот либо я укореню черенок который без не поврежден клещом но то есть я найду что сделать и как бы цветы будут расти а вот культуры которые должны плодоносить вот их то будет довольно таки трудно спасти от поражения клещом поэтому тут лучше профилактические меры применять я имею ввиду например перец например а баклажаны у кого есть рассада перца и баклажанов особенно внимательно отнеситесь к этому вопросу у меня тут перед вами помидор честно говоря я не видела поражение клещом помидор ну я в основном по цветочкам вот а из цветочков клещ очень любит бальзамины например ну такие вот мягенькие вкусненькие сочные что по препаратам по препаратам я для цветов использую конечно же профессиональную химию это мой любимый оберон rapid это вот у меня попалась тут под руку вот это флоромайт тоже такой они тут оберон и флоромайт у меня в одном в одной упаковочке лежат видимо я как-то собирала коллекцию для обработки от клеща еще у меня есть канэмайт но я запасливая девушка не удивительно что мне есть чем не осталось немножко карама это карама это японский вот и есть много других профессиональных препаратов от клеща посмотрите пожалуйста плейлист на главной странице канала под шапкой есть вкладка плейлисты там нужно нажать показать все и увидите все плейлисты там есть плейлист удобрения добавки в том числе и там рассказано про всякие разные препараты для борьбы с разными видами насекомых дело в том что с клещом борется только акарициды либо препараты которые содержат себе в том числе и акарициды у меня я подобрала вот такую очень маленькую брызгалку я даже не помню что это было по моему это из туристического там набора там путешественника для спрея объемом не больше 100 миллилитров и я развожу препараты все в ней и мне очень удобно почему потому что после того как обработали препаратом он не будет храниться долго обработали все можно выкинуть ну то есть не не так уж в общем много его и нужно чтобы обработать обработка должна быть обязательно регулярная то есть вот сейчас но каждые две недели продолжаем вплоть до момента пока не вынесем на открытый воздух что касается тех культур которые выращиваются как плодовые те же самые перцы баклажаны их можно обрабатывать народными средствами я не пробовала но говорят что умные знающие люди говорят что можно обрабатывать луковой шелухой то есть настоем отваром луковой шелухи но в это время нужно увеличить то есть при таком использовании нужно увеличить количество обработок то есть обрабатывать можно хоть каждый день самое главное избежать этой напасти потому что ну вот ну вот потом трудно будет вот представляете ваш перчик съедят там верхушечку она вся закрючится но и все и отодвинется и цветение и плодоношение и в общем все будет не очень не очень хорошо но поэтому вот сейчас еще немножечко немножечко по обрабатываем потом будет проще потому что на открытом воздухе клещ заводится намного реже то есть там тоже будут обработки но не такие конечно же частые а сейчас опять же чтобы помочь нашим растениям чтобы они никак не заболели можно смотреть у меня ногти под цвет фокси один в один ну вот надо же подобрала так подобрала душа стремится к весне к посадкам и всему всему случайно сейчас увидела честное слово сейчас я использую еще такой нехитрый прием как проветривание потому что поступление свежего воздуха и тем более прохладного клещик у той и не нравится так же как всем остальным насекомым вредителем сейчас самое время подписаться на наш канал нажать на колокольчик и выразить свои эмоции свое отношение к каналу к этому ролику к чему угодно написанием комментария и лайком либо дизлайком честное слово это очень очень сильно мотивирует к созданию новых роликов новых полезных к ответам на вопросы мы стараемся мы всем каналам делаем все для вас а с вами сегодня была анжелика пока пока